Здравствуйте, друзья! После выпуска, который был посвящен Майку Кристиану, я получил много просьб сделать следующее видео именно об этом атлете. Выполняю ваши просьбы и сегодня вас ждет рассказ о легендарном Ричи Гаспаре. Он семь раз выступал на Олимпе и трижды занимал на ней второе место, уступая только непобедимому Ли Хейни. Наиболее значимым достижением в карьере нашего героя является победа на турнире Арнольд Классик 89, где он обошел таких именитых конкурентов, как Робер Робинсон, Самир Банут, Гарри Страйдом, Боб Перрис и многих других известных в бодибилдерских кругах спортсменов. К Ричу Гаспаре отношения в рядах поклонников бодибилдинга абсолютно разные, одни его боготворили, называли чуть ли не не коронованным мистером Олимпия, другие искренне удивлялись, как он вообще мог занимать столь высокие места, ругались за маленький рост, узкие плечи и широкую талию. Мол, как этот несуразный коротышка задвигал на Олимпии таких зубров культуризма, как Лила Брадо, Майк Кристиан, Альберт Беклес, Берри де Мэй и многих других. Так кто же такой Рич Гаспаре? Легенда, не взявшая статуэтку Сандова только потому, что ему не повезло родиться в эпоху Лихейни или самый переоцененный атлет в истории? Чтобы это понять, давайте вернемся в прошлое и посмотрим на карьеру Рича чуть пристальнее. Гаспаре появился на свет 16 мая 1963 года в городе Нью-Браунсвик, что в Нью-Джерси. Это небольшой населенный пункт на востоке страны в наши дни, как и в 60-е годы, не обладающий развитой спортивной инфраструктурой. Начать тренировки нашему сегодняшнему герою помог случай. В 13 лет Рич заболел мононуклеозом, после выписки из больницы он едва весил 50 кило и выглядел очень истощенным. Врачи посоветовали ему поднимать тяжести, чтобы восстановиться. Гаспаре основательно подошел к делу и обзавелся книгой Брюса Ренделла с тренировочными комплексами, по которым он и начал заниматься. Тренировки проходили дома, благо у старшего брата Рича оказалась скамья для жима лежа. И за год тренировок наш герой раскабанил до 75 кг при росте 170 см. Настоящее же влечение бодибилдингом пришло к нему спустя 2 года в 15 лет после прочтения популярных в то время комиксов о супергероях Бэтмене, Невероятном Халке и других. Сильные мускулистые герои заставляли мальчика задуматься, может ли так же выглядеть обычный человек. Ответ был найден на страницах журнала про бодибилдинг. Дэйв Дрейпер, Арнольд Шварценеггер, Лу Фериньо. Эти парни и правда выглядели как супергерои. Поначалу Рич стал тренироваться в зале по 6 дней в неделю. Однако вскоре стал замечать, что при таком режиме мышцы, как и нервная система не успевали восстанавливаться и прогресс был очень медленным. Тогда он решает немного снизить интенсивность тренировок и начинает проводить в спортзале всего 4 дня в неделю. Такой план тренинга оказался для нашего героя самым оптимальным. В 16 лет будущая звезда культуризма уже обладал 80 кг сухой мышечной массы, и подумывал о дебюте на соревнованиях. Первый турнир Рича назывался «Физик». Это были местные соревнования, Гаспаре выступил среди юниоров и занял шестое место. Один из судей подошел к нему и спросил, сколько ему лет. Услышав, что Ричу всего 16, судья не мог скрыть изумление. Так выглядеть 16 лет, да тебе непременно нужно продолжать, парень. Не стоит, однако, думать, что Рич в это время был зациклен на одном только бодибилдинге. После школы он поступил в университет, где изучал медицину и бизнес, потому что был уверен, что эти знания пригодятся ему в будущем. В 20 лет Гаспаре занимает первое место на турнире Nationals 83 среди юниоров, а уже через год получает карту профессионала IFBB, забрав титул «Мистер Вселенная» в полутяжелом весе. Это была не просто победа, это был рекорд. Рич стал самым молодым «Мистером Вселенная» за всю историю соревнований. В этом же 1984 году он первенствует на уже взрослом турнире Nationals, обойдя Мэтта Мэнденхола и Джеффри Уильямса. Тогда на Рича обратил внимание владелец франшизы «Голлс Джим» Эд Коннорс и пригласил его тренироваться в Калифорнию. Гаспаре был на седьмом небе от счастья, ведь рядом с ним качались Альберт Беклес, Бертил Фокс, Кори Эверсон, Рик Уэйн и даже Ли Хейни. Помню, Ли поразил меня невероятной шириной спины и крошечной талией, и он был очень высокий, вспоминал Гаспаре. На тот момент Хейни только предстояло выиграть титул «Мистер Олимпия» 1984 года. Первым по-настоящему крупным турниром, в котором поучаствовал культурист Рич Гаспаре, стала Ночь чемпионов 85. Молодой парень поразил филигранно выточенной мускулатуры не только зрителей, но и судей. В итоге занял второе место в борьбе, уступив только своему партнеру по залу Альберту Беклесу. Многие судьи говорили и тогда, что он был лучше чемпиона, но Рич не расстраивался, ведь ему тогда едва исполнилось 22 года. Дальше была Олимпия в бельгийском Брюсселе и третье место после Лихейни и того же Альберта Беклеса. «Для юного Рича это было невероятное потрясение, просто шок. Я стоял рядом и позировал с легендарным Сержио Ливой, кумиром моего детства. Это невозможно передать словами», — восклицал Рич. «Наш герой получил тогда 10 тысяч долларов призовых, а главное, к нему пришло признание». На юное дарование обрушилась слава, бесконечное интервью, обложки в журналах, рекламные контракты, поклонения фанатов. Как ни странно, с Джо Вейдером контракта у Гаспаре не было, и все свои деньги он зарабатывал, разъезжаясь семинарами и гостевыми позированиями. В следующем, в 1986 году он побеждает на двух турнирах. Берет золото на чемпионате мира про и Лос-Анджелес про. Оба раза, второе и третье места занимают Майк Кристиан и Фрэнк Ричард. А далее была его вторая Олимпия. Этот турнир 1986 года в Коламбусе можно было назвать вполне успешным для Гаспаре, поскольку он поднялся с третьего места на второе. Но это было все же не то. Гаспаре нужен был титул мистер Олимпия. Дабы выигрывать у сильнейших конкурентов, он поддерживал в оптимальной форме одну из самых внушительных по габаритам мускулатур в бодибилдинге той эпохи. Посмотрите хотя бы на антропометрические данные спортсмена. При росте не более 172 сантиметров он мог похвастаться соревновательной массой порядка 98 килограмм. А в межсезонье вес поднимался и вовсе до 110. Тем не менее, Рич посчитал, что ему не хватает массы и на Олимпии 87 в Швеции он выставил рекордный вес в 102,5 килограмма. Но это не принесло победы. Снова второе место. После Олимпии Гаспаре поучаствовал в трех гран-при. Выиграл во Франции и Германии. Но в Германии в тот год прошел еще один гран-при с участием Лихени и наш герой снова остался вторым. Великий Ли был просто непобедим. В 1988 году Рич разъезжает по Европе, принимая участие в различных соревнованиях Старого Света. Побеждает в Италии, Франции, Испании, Германии. Становится вторым в Греции и Британии, оба раза уступая Ли Лабрадо. Но это все его мало волнует. Идеей Фикс становится мысль о победе над другим Ли, Хейни. Этой цели Гаспаре посвятил себя полностью. У него даже начались проблемы с девушками, потому что Рич жил только бодибилдингом. При подготовке к Олимпии 88 Гаспаре полностью сменил стратегию. В прежние годы я был зациклен на том, чтобы стать как можно больше, признавался он. Я считал, что только став огромным, я смогу одолеть Ли Хейни. Но Джо Вейдер посоветовал мне перестать гнаться за массой. Хейни настолько большой, что как бы я ни старался набрать массу, я не смог бы вытягаться с ним в размерах. Поэтому моей целью стало сделать такой рельеф, что на него фоне и размеры Ли не будут иметь никакого значения. Он попросту будет выглядеть гладким. На Олимпию 88 Рич вышел на сцену в лучшей форме в своей жизни, рельефный как никогда с весом в 95 кило против 110-килограммового Ли Хейни. Его произвольная программа была великолепна, он в одну калитку вынес всех, кого только можно. Лила Браду, Боба Пэриса, Гэри Страйдема, Самира Банута, Берри Демея и еще полтора десятка лучших культуристов планеты. Но судьи вновь отдали заветную статуэтку Сандова Хейни. Над Гаспари начали уже даже посмеиваться, сравнивая с невестой, которая никак не выйдет замуж. Однако горечь неудач смягчает успех. 11 марта 89 года в Коламбусе Рич Гаспари входит в историю как первый победитель турнира Арнольд Классик. Помимо нашего героя в топ-5 оказываются Робер Робинсон, Гэри Страйдем, Самир Банут и Боб Пэрис. Победа в Коламбусе случилась как нельзя кстати. Я был на седьмом небе, от счастья признавался Рич. На этом турнире Гаспари выставил рекордно низкие для себя 93 килограмма, но оно того стоило. В голове у чемпиона крутились разные мысли, в том числе и о завершении карьеры. Но он не мог принять решение и все шло своим чередом. Гаспари пригласили в Италию и поскольку его предки жили в этой стране, и он немного говорил по-итальянски, а Олимпия 89 должна была пройти именно здесь, он решил остаться готовиться к турниру в Италии. Как выяснилось позже, это была ошибка. Рич слишком далеко оторвался от своих корней, плюс оборудование в залах было неважным и он не мог нормально соблюдать диету. Как итог, Гаспари финишировал лишь четвертым, пропустив вперед помимо Хейни и Лабрады новую звезду Винса Тейлора. Для большинства атлетов четвертое место на Олимпии это предел мечтаний. Но только не для Гаспари. Для него это была трагедия. Олимпия 90-го года в Чикаго вошла в историю тем, что братья Вейдеры ввели на ней допинг-тест. Они хотели сделать бодибилдинг олимпийским видом спорта и понимали, что стероиды не дадут им этого сделать. Но если, например, тот же Лил Абрадо прекрасно адаптировался к новым условиям, то Гаспари не смог. Он занял пятое место, хотя понимал, что способен на большее. Пять атлетов, среди которых были Мохаммед Бен Азиза и Берри Демей, вообще тогда сняли с соревнований. И в этот момент Гаспари начали обхаживать ребята из новой федерации WBF. Ему предложили баснословный контракт на два года на 500 тысяч долларов по 250 за каждый год. Это означало обеспеченную жизнь без скитаний по свету с семинарами и гостевыми позированиями. Да, статьи и обложки в журналах Вейдера были отличной бесплатной рекламой, но денег Ричу Вейдер по-прежнему не платил. Благодаря WBF он начал это делать и предложил Гаспари контракт. Но его сумма была хоть и приличной, но не сопоставимой с предложениями WBF. Ребята из новой федерации почти уговорили Рича, но в последний момент он отказался. Я понимал, что контракт с WBF означает пожизненную дисквалификацию в IFBB. Но даже если бы через год-два мне позволили вернуться, моя карьера в спорте была бы закончена. Как итог, Гаспари остается в IFBB и в 91 году выступает всего на двух стартах. На Арнольд Классик он становится седьмым, а на Мистери Олимпия, который, к слову, стал для него последним в карьере, занимает только десятое место. Отмена допинг-теста братьями Вейдерами привела к тому, что новые звезды бодибилдинга, такие как Дориан Ядс, Сони Шмидт, Фрэнсис Бенфата, выставили тогда огненную форму, не говоря уже про Шона Рея или Хейни, оформившего тогда свою последнюю Олимпию в карьере. Как считают многие эксперты, именно следующий 92-й год и победа Ядса положила конец эстетике в бодибилдинге и ознаменовала начало эры массы и монструозности, которая продолжается и по сей день. Это подтвердил турнир Арнольд Классик 92-го года, на котором Рич занял лишь тринадцатое место. И вот тогда он сказал себе «все, хватит». Плюс ко всему, на тот момент у него был сложный период в жизни, и он развелся с женой. Денег ему, правда, хватало. В 90-м году Гаспаре приобрел фитнес-центр. Но как атлет он закончился. Рич перестал выступать и шесть месяцев вообще не прикасался к железу. Вейдер разорвал с ним контракт, но нашему герою хватало работы в зале. Плюс он продолжал ездить с семинарами. Спустя два года Гаспаре загорелся новой идеей вернуться на соревновательную сцену. Как оказалось, это была не самая лучшая затея. На сцене Рич был бледной тенью себя. С 94-го по 96-й года он выступил на девяти стартах, и результаты были удручающими. Он не попадал даже в топ-10. Разве что пятое место на турнире Торонто-Монреаль Про 1995 можно хоть как-то занести в актив. Тем не менее, в 97-м году Гаспаре вновь был полон решимости выйти на сцену на Кубке Канады и Ночи чемпионов. Он весил 111 килограмм, был не в плохой форме, но тут случилась травма – защемление шейного позвонка, которое уложило его в постель на два месяца. «Если прежде я жал лежа под углом гантели по 67 килограмм, то теперь едва мог поднять правой рукой 18», – вспоминал Рич. «Мой вес упал до 85 кило, и я даже не мог стоять». Врачи пригрозили ему, что он никогда не сможет тренироваться и выступать, но при первой же возможности Гаспаре вернулся в зал и начал потихоньку восстанавливаться. Рич ворвался в тяжелый спорт, будто вспышка, но также быстро перегорел. В 90-е его выступления были, мягко говоря, провальными. Поэтому после нескольких неудачных сезонов он принял решение завершить карьеру. Как ни странно, в травме были положительные моменты. У Гаспаре появилось много свободного времени, чтобы подумать о своей жизни. Рич подумал, зачем ему работать на кого-то, если он может придумать свой бренд спортивного питания и работать только на себя. Тем более, что в колледже он изучал нутрициологию. Вот так и родилась линейка продуктов спортивного питания «Гаспаре Нутришн». Карьера культуриста Рича Гаспаре началась и закончилась в то время, которое принято называть «золотым веком бодибилдинга». По собственным словам атлета, лозунгом его и его коллег по цеху в те годы выступала фраза «Бодибилдинг может все». Но это была вера не столько в методики прокачки мускулатуры, сколько в торжество человеческого духа над законами природы. Со временем Гаспаре продал зал и полностью сосредоточился на своем бренде спортивного питания. Он был спонсором турниров «Мистер Олимпия» и «Эрноид Классик», заключал рекламные контракты с топ-атлетами, параллельно стал участвовать в судействе турниров, но и о тренировках не забывал. Он по-прежнему тренируется пять раз в неделю, по полтора часа в зале, весит 105 килограмм и находится в отличной форме. А на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok